Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Я надеюсь, что меня нормально видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо, вижу. Спасибо. Как всегда, первые два слова у меня посвящены тем ссылкам, которые размещены в начале нашего чата. В начале нашего чата размещена ссылка на расписание наших вебинаров. По ней вы можете зарегистрироваться на все вебинары текущего учебного года вплоть до июня 2018 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где выкладываются все записи наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется и она будет тоже выложена. Записи вебинаров выкладываются всегда по четвергам. Вот сегодня будет очередная выкладка за всю прошедшую неделю. Я хотел бы представить вам два следующих наших вебинара и сделать одно объявление. Объявление такое. Наш завтрашний вебинар с Татьяной Телегиной переносится на 28 декабря. Ее вебинары, два вебинара по PowerPoint состоятся, соответственно, 22 и 28 декабря. Они обязательно пройдут. На них записалось много народу. Так что, если кто-то записался, не волнуйтесь, все вебинары будут проходить. А теперь эти два вебинара. 11 в понедельник, 11 декабря будет вебинар также очень популярного нашего спикера Марины Орешко. Виртуальные выставки «Что, как, зачем?». И 12 декабря, во вторник, ваш покорный слуга подготовит для вас вебинар новые выпуски арт-отеки. Приходите, те, кто был вчера на моем вебинаре. Аналогично, те, кто не был, тоже приходите, записывайтесь. Буду ждать вас с большим воодушевлением. Напоминаю, что все присутствующие на нашем вебинаре получат бесплатные сертификаты, бесплатные именные электронные сертификаты. Ну, вот, собственно, и все. Мне осталось передать слово Константину Николаевичу Костюку, который сегодня представит нам свой очередной вебинар «Формирование электронно-книжных ресурсов на образовательных рынках. Издательские тренды и стратегии». Добрый день, уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на нашем вебинаре. Вот сегодня наша тема была заявлена немножко другая. Это, по сути дела, продолжение общей темы профильного и выборочного комплектования наших экспериментов и поисков в этом ключе. И звучит она «Библиотеки-агрегаторы на нишевых образовательных рынках». Он будет состоять из двух частей. По сути дела, я очень кратенько повторю первую лекцию, ее основные идеи о нишевых образовательных рынках. И потом уже перейду на новое содержание выборочного комплектования, то есть новые виды профильного комплектования контента. Итак, хочу вам напомнить, что мы с вами существуем в обществе знания. И в первую очередь это, конечно, приятная новость для нас, потому что именно мы с вами основные труженики этого общества. И если не мы будем напоминать об этом, то никто об этом и не вспомнит. Это можно назвать цивилизацией вечных недоучек, когда каждый человек каждый день должен чему-то учиться. В общем, сама концепция общества знания выросла довольно давно, а в 2005 году вышел целый доклад ЮНЕСКО к обществам знания. И где было сформулировано и понятие, и то, что отличает от других типов общества. В общем, постепенно, вот оперируя понятиями информационного общества, постиндустриального общества, общество знания занимает такое же интересное, заслуженное место современного концепта. Ну, а суть его, в общем-то, очень простым, что знания становятся ключевым капиталом для интеграции в информационное общество. И, в общем, основной ресурс в этом обществе как раз связан с информацией и знаниями. Основной ресурс, который и по стоимости, и по затратам стоит для общества больше всего, это не какие-то там нефть или газ, а это именно информационные ресурсы. Это выливается в две такие большие задачи. И для институтов общества стратегия овладения знания компетенциями, постоянный динамический рост информационного какого-то базиса. Это, конечно, становится ключевой стратегией овладения знаниями для институтов. Ну, а главное, конечно, для людей, для каждого гражданина стратегия овладения знаниями. Это пожизненный образовательный процесс, из которого нельзя выпадать, иначе тебя просто жизнь вынесет. И в целом борьба за доступ к когнитивным ресурсам – это одно из мотивов, из ключевых этих линий, красных линий общественной жизни. И, конечно, библиотеки, агрегаторы, все мы с вами занимаемся в первую очередь этим. Итак, кратенько, отраслевая топология информационных ресурсов, которые я тоже представлял, три домена, в которых концентрируется вот это знание. Я показывал в прошлый раз, что, несмотря на то, что, как кажется, знание покрывает все и вообще проникает повсюду, на самом деле оно очень точечно, очень концентрировано, и нам нужно найти эти точки входа знания и с ними работать. Прежде всего, это, конечно, образовательный комплекс огромный. Сюда можно включить и науку, ну и, разумеется, основной массив связан с высшим образованием. А количественно со средней школы с профессиональным образованием. Второе, это экономика, где более практически прикладные, но точно так же концепция знаний, формирующего всю жизнь. Вот и корпоративное образование, повышение квалификации, дополнительное образование. Ну и очень активно растет знание в сфере досуга. Это как раз и есть самый очевидный показатель прихода общества знаний. Когда каждую свободную минутку мы стараемся тратить на самообразование. Очень быстро растет сегмент неформального образования с помощью особенно новейших информационных средств, интернета, ютуба, онлайн-курсов. Ну и кроме вот этих чисто таких познавательных мест, где мы действительно вкладываем усилия, очень большой блок знания вливается в интертейнмент, то есть развлечения. И не только дети, но и взрослые все больше любят сочетать приятное с полезным и вместе с каким-то формами отдыха получать знания. Вот в общем, это вот та сетка, которая охватывает все наши занятия, связанные с его получением. И разумеется, каждый или большинстве из них должны присутствовать рядом в библиотеке, чтобы мы сопровождали этот процесс, а не стояли в стороне. А вот вопрос, где могут и должны появиться библиотеки, прежде всего электронные библиотеки, потому что многие из этих новых особенных форм, они могут сопровождаться только электронными библиотеками и вместе с онлайн-формами обучения предоставлять онлайн-формы традиционной книги, традиционного носителя знаний. Вот здесь я построил такой вот треугольничек, что постоянно присутствует в таком знаниевом процессе. Обязательно всегда присутствует учитель, без него не научишься, и так было, так и будет. Тем не менее, и уже издревле рядом с учителем появляется книга. Без нее тоже не научишься, и это основа ее долгожительства. Где-то она может даже заменить его, но в основном они друг друга взаимно дополняют, и это очень хорошо. Книга учитель часто становится самодостаточным звеном, и для многих из нишевых звеньев рынков знаний вот эта связка самодостаточна и другой не требуется. Однако в очень многих, где знание является действительно комплексным, где образование является массовым, где возникает плюрализм информационных средств, где возникает выбор, конкуренция различных школ, традиций, и вот именно в этих местах сложного комплексного знания появляется и место библиотек, которые уже оперируют разными книгами, разными информационными ресурсами. И понятно, почему этот треугольник сегодня получился, что именно в обществе знания, знания перестают быть простыми кирпичиками, которые лежат там и сям. Это строящееся многофункциональное комплексное знание, где, разумеется, и библиотека становится такой же комплексной, такой же многомерной, сетевой, перетекающей друг у друга. И получается, что практически у каждой точки входа в знание нам нужен тот или иной вид библиотеки, в частности, электронной библиотеки. И в них-то мы и будем входить, будем стараться входить. Обращу внимание, в связи с этим, вчера была конференция крупная, посвященная стандартизации, информатизации образования. И на ней я представлял результаты нашей работы по государственному стандарту по электронно-библиотечным системам. Эта большая работа проводилась более двух лет с участием издателей, вузов, агрегаторов. И вот с 1 сентября следующего года этот ГОСТ уже будет введен в действие. Он, как и все ГОСТы, не обязательно носит рекомендательный характер, но, тем не менее, всем очень рекомендую этим вопросом поинтересоваться, потому что он задает некие основы, относящиеся не только к высшему образованию, где мы уже, в общем-то, что-то построили, но и к другим нишевым рынкам, о которых идет речь, о среднепрофессиональном, общем образовательном, дополнительном образовании. Вот этот процесс, я думаю, будет продолжаться. Вот это структура наших проектов, которые стараются как раз охватить эти нишевые рынки, о которых я сейчас буду тоже немножко скажу. Ну и как бы основной тоже тезис, который мы имеем в виду, когда вот эту тему обсуждаем, что не существует просто книги для всех, не существует, вот как Яков Леонид Шрайбер сказал, просто универсального рынка информационных ресурсов. Этот вот большой рынок соткан из множества небольших, нишевых, сложных рынков. И в каждом мы живем совершенно своими целями, задачами, в каждом у нас свои собственные издательства, свои собственные стандарты, собственные специальности, вузы. И, конечно, после первого этапа большого вала, больших библиотек, крупных информационных ресурсов, стал вопрос о нишевых информационных ресурсах, о профильном контенте. Собственно, это вот та тема, о которой мы озабочены сегодня. Вот, ну, здесь я просто перечисляю, насколько велики вот эти рынки образований. Рынок вузовского образования один из самых крупных, около 5 миллионов обучающихся, около 1000 образовательных организаций. И вот, в частности, даже преподавательский состав вузов включает около 300 тысяч преподавателей, довольно внушительная сумма. Но для этого рынка создана ЭБС, как модель формирования информационных книжных ресурсов. Как мне кажется, достаточно идеальная модель. И я уверен, что примерно по этому пути будут развиваться и остальные рынки, будут создаваться такие же профильные книжно-информационные ресурсы. Иначе просто книга действительно будет себя чувствовать очень неудобно в обществе знаний, будет терять свои позиции. Вот наши продукты для этого рынка. ЭБС университетский библиотек онлайн, ЭБС книга фонд. Система СПО, профессионального образования, она тоже из разных сегментов построена, изначального, среднего профессионального образования. И, между прочим, очень большое количество, около 3000 учебных заведений с 2 миллионами человек. То есть, практически половину высшего образования, и причем чувствует себя довольно неплохо. Вот здесь для этого рынка требуется гораздо меньший объем информационных ресурсов. Здесь уже наука практически не играет роль, а именно наука создает сложные информационные рынки. И вузовское образование питается своей энергетикой именно из науки. Здесь все проще, здесь прикладные задачи, обучение каких-то базовых практических науков. И, соответственно, не так много контента, который существует для СПО, и не так много издательства. Вы знаете, что издательство Академия занимает там 90% покрывает потребности этого рынка. Ну и другие с небольшим контентом, инфрак, НОРУС тоже на нем присутствует. Здесь не существует специализированных электронно-библиотечных систем. Тем не менее, я знаю не только мы, но и другие электронно-библиотечные системы предлагают свои услуги и адаптируются для целей СУЗов. Основной и наиболее значимый для общества рынок среднего общего образования. Как вы видите, здесь цифры из Росстата взяты. Почти 43 тысячи учебных заведений, школ разного рода. И обучается у них 14,5 миллионов детей и подростков. Ну понятно, что вот этот сегмент, он касается практически каждого гражданина нашей страны. Обучается 10% в самом процессе обучения, который находится от всего населения. Даже если взять те, кто его обслуживает, преподаватели, это миллион человек, то есть 2% трудоспособного населения России. Очень внушительный цифр. Разумеется, и сам рынок гигантский, около 27 миллиардов рублей, это треть от книжного рынка вообще. И при этом занимает его небольшое количество издательств. Здесь все очень государственно регулируемо, управляемо. И до сих пор доминирует на этом рынке бумажный учебник. Наверное, это будет еще какое-то значительное время. Тем не менее, активно развиваются электронные формы книг, учебников. И активно развиваются электронные ресурсы более широкого профиля. Как и в высшем образовании. Школьное образование становится все интереснее, все сложнее, приобретает сетевой характер. Тем более, мы в нашей стране ориентируемся на современные формы, прежде всего западные, где большую часть занимает не усвоение каких-то там уже готовых знаний, а активное их освоение. Умение ребенка быстро адаптироваться, быстро усваивать информацию, создавать свои проекты и прочие активные формы. Вот, разумеется, для этих новых форм образования старый бумажный учебник уже не подойдет. Здесь нужны такие же комплексные информационные ресурсы, адаптированные по возрасту и по темам, ну и, разумеется, тоже большая свобода. Вот, говоря о дополнительном, о неформальном образовании, мы должны понимать, что больше всего поток вот такого неформального образования идет именно в такой подростковой среде, через все эти ютубы, разные интернет-формы, и, разумеется, этот поток должен тоже все-таки контролироваться со стороны взрослого. Мы не должны давать на откуп образование детей самим детям, мы должны все-таки в этом активно участвовать. Вот, поэтому это одно из размышлений, которое побудило нас создавать информационный ресурс для школы, библиошколы. Здесь учебно-методическая литература, художественная литература для детей, классного чтения, педагогическая, психологическая литература. В общем, все, что может быть интересно для всех категорий, касающихся школы, и преподавателей, и родителей. Литература для самообразования, для работы над проектами и так далее. Думаю, что такие ресурсы, но они сейчас возникают, и будут множиться дальше. Вот, корпоративный рынок, о котором я сказал, он тоже достаточно плотно организован, почти миллион человек обучается здесь. Но это, прежде всего, дополнительное образование внутри корпораций, связанное с повышением квалификации, вот сейчас с усвоением профессиональных стандартов, я думаю, будет большой импульс. Основа вот этого образовательного рынка это профильная, профессиональная научная периодика, где все новинки, ноу-хау обычно заимствуются. И часто индивидуальная книга, прежде всего справочного характера. Различные справочники профессиональные. Тем не менее, электронные ресурсы тоже втекают сюда потихоньку, и вот успех электронных баз данных как раз вот справочного характера. Гарант, консультант плюс, это вот очевидный пример. Вот такие ресурсы, которыми мы занимаемся мы, электронная книга, электронная библиотека присутствуют пока в этой среде очень слабо, отмечу. Но я думаю, что общество знания, оно заставит все профессиональные группы вплотную снабдить себя вот такими же электронно-библиотечными ресурсами, как и в чисто вот таких профильных образовательных техниках. И в частности, мы для этого рынка предлагаем библиотеку деловой литературы, бизнес-библиотеку, где прежде всего дан отраслевой контент и учебной, и здесь связь нашего вузовского образования и реального рабочего процесса. И, конечно, практические, прагматические справочные ресурсы, которые непосредственно используются профессионалы. В частности, как площадка для встречи студентов и работодателей друг с другом. Вот. Еще один важный сегмент я связываю с публичными библиотеками, и здесь мы уже переходим в досуговую сферу, сферу самообразования. Наша библиотечная сеть России одна из самых крупных и плотных в мире, около 130 тысяч человек, что, правда, не очень говорит о качестве и о действительно какой-то полноте. Реальных библиотек, которые контролируют публикационный, книгоиздательский процесс в стране, то есть постоянно более-менее качественно комплектуются, я бы назвал очень немного, это буквально несколько сотен библиотек. Вот. Но этот институт библиотеки, это, как бы, окно в книгу для всего населения, прежде всего те, кто, вот, выпадает из чисто образовательных рынков, возрастов, таких как школа, вуз, становится пенсионером, домохозяйкой и так далее. Ну и, разумеется, здесь совершенно другая направленность знаний, да, знаний, которые обогащают, которые делают жизнь интересную, то, что мы называем часто художественной литературой и не художественной литературой, литературой нон-фикшн, обслуживающей такую коммуникативно-досуговую деятельность, научно-популярную, тоже справочную, новостную, в общем, все виды того, что интересуют широкие слои населения. Вот, обращу внимание, что эта сеть, несмотря на то, что она у нас очень большая в советских времен, оказалось, финансируется очень скромно, и вот я недавно цифру такую увидел, что от всего финансирования, которое, в принципе, не так уж и мало, 37 миллиардов, лишь 3,2% идут на комплектование новыми книгами. И, конечно, в наш динамичный век, в век знания, когда постоянно нужно обновлять свои знания, постоянно меняется их формат, их содержание, библиотеки при таком режиме будут очень сильно отставать. Вот, ну, для публичных библиотек мы тоже создали свой специализированный ресурс, библиотека нон-фикшн, где именно профильные издательства, которые работают с нон-фикшн, не сугубо образовательная литература, да, а такая вот, которая популярная, интересная всем, особенно прикладная, связанная со здоровьем, с красотой и так далее. Обе. Вот это мы прошли такие базовые сегменты, да, еще обращу внимание, что в каждом из них возникает совершенно собственный субкультурой и свои базы знаний, да, и вот один из них, связанный с искусством, развиваем своем, и мы в своем проекте арт-портал мировая художественная культура, где, прежде всего, изобразительный массив и информация, связанная с изобразительным искусством. Вот, точно так же у нас есть энциклопедический ресурс, энциклопедия называющийся, который открыт для широкой публики, предназначенный, в нем около 600 различных энциклопедий и справочников, прежде всего, авторских, издательского контента, но очень много паблик-доменов. И, наконец, интернет-магазин, это уже формат, который, ну, для информационного общества очень важен, формат, работающий в рознице, с физическими лицами, с широкой публикой. Здесь вы найдете очень много книг, которые идут у нас под рубрикой нон-фикшн, и это уже не подписной формат, для широкого пользователя. Вот. Еще один из таких вот нишевых продуктов платформы научных монографий Библиопланет, но она у нас создана, прежде всего, для зарубежных научных рынков, которые не интересуют учебной литературы, а учебная литература все-таки это основа ЭБС. Вот. Мы постепенно, целенаправленно формируем научные ресурсы, научные монографии, и вот эта вот литература и интересует западных наших коллег, кто изучает русскую культуру. И уже здесь мы собрали около 70 тысяч изданий. Так. Да, вот еще обращу внимание, вот чем мы начинаем, например, плотно заниматься, это узкопрофильные тематические библиотеки. И пока это все проекты в запуске, в подготовке, в размышлении, вот мы чувствуем со стороны библиотек очень такой большой интерес по небольшим профильным библиотекам, где им нужен партнер в плане получения лицензионных материалов, работы с правообладателями, связанные с финансовой стороной, дело с договорными отношениями. Вот, например, обсуждение специализированной электронной библиотеки по сценическим искусствам, то есть театральная библиотека, этот проект мы разрабатываем совместно с Государственной Российской Библиотекой по искусству. Вот. Еще подобный проект вызывает интерес библиотека прикладной литературы для муниципальных библиотек, вот этот диалог мы ведем с Российской Национальной Библиотекой, сами создаем сегодня арт-библиотеку, о чем я вас показывал, ну и какие-то у нас есть еще варианты профильных библиотек. Это общий тренд, и многие сейчас этим занимаются, и вузы в первую очередь создают собственные библиотеки, но все-таки тематическую профильную библиотеку создать очень непросто. Здесь с одной стороны нужно быть очень глубоко погруженным в предмет, это есть уузов и профессионалов, но с другой стороны обладать навыками, компетенциями, связанными с бизнесами, с работой с правообладателями, финансовыми расчетами, с юридической стороны, поэтому я думаю, что такой симбиоз профессионалов и электронно-библиотечных агрегаторов имеет будущее, если кому-то интересны такие проекты, мы с удовольствием подключаемся и будем помогать в их реализации. Здесь собственно это мы можем пропустить, потому что все, что я говорил, это только обобщение понятия, что такое нишевые образовательные рынки, насколько они сегментируются внутри и насколько далеко продвинулись в том аспекте, который нас интересует электронно-книжным, электронно-библиотечным. И вот этот график, он демонстрирует как раз степень прогресса. Как вы видите, высшее образование общая линейка показывает как бы потенциальную величину рынка, синие сколько уже пройдено реальная величина рынка. Вот на сегодня скажем так на две трети этот рынок уже состоялся и еще будет некий рост в течение пяти или десяти лет. Вы знаете, что несмотря на то, что уже казалось бы высшее образование все сделано, все ясно, все с этим давно работают. Тем не менее, многие издательства не представлены в электронном формате, продолжают этого бояться, работают только в бумаге, ну, как будто еще не чувствуют трендов времени. Но если здесь это исключение, скорее, то вот на других рынках это скорее правило. Вы видите, что потенциальная часть развития она гораздо больше, чем реальная. Вот в плане нон-фикшн, в плане розничного потребления это еще довольно позитивно, то есть где-то около 20% 10-20% литературы потребляется в электронном виде. А вот в других даже институциональных элементах пока очень небольшое движение. Но среднее профобразование тоже достаточно большой процент около 20-25. Вот в школе это буквально там может быть 5% от всего информационного потока, да, очень немного. И в профессиональной литературе тоже опять-таки очень немного, хотя обращаю внимание, вот именно профессиональные рынки, они сразу уходят от книги к базам данным. И это конечно то, что мы не хотели поддерживать. Хочется, чтобы книга в своем формате не ушла, она оставалась таким якорем в обществе знаний. Так что здесь вы видите есть над чем работать, причем работать и нам агрегаторам, и библиотекам, которые вот эти ресурсы агрегаторов соединяют в действительно некое единство, сопровождающее учебный процесс и вообще образовательные задачи. Вот. тем самым вот первую часть я завершил довольно много времени не ушло. А теперь собственно то, что я хотел в первую очередь вам продемонстрировать те идеи, которые разрабатываем в контексте вот того проблемного поля нашей компании. Вот. Еще раз обращу внимание на название нашего вебинара от библиотеки и агрегаторы. Вот. Первый наш о чем я говорил речь шла больше об издательствах, издательских трендах, а вот все-таки у библиотекарей и агрегаторов совершенно своя задача, она здесь очень близкая друг к другу. Мы все-таки как и вы не производители самого контента, мы его собираем и собирать мы должны конечно в нечто такое понятное кумулятивное служащее определенным целям, ну прежде всего целям нашей организации тому, кому мы поставляем наш контент. Вот. И поэтому термин выборочное комплектование, тематическое комплектование, профильное комплектование, он все чаще звучит на конференциях, в научных трудах, вообще поселяется в нашем мозгу. И вот с одним из очень важных феноменов, который прежде всего уже получил ощутимое развитие на западных рынках, я и хочу вас познакомить. Для начала все-таки обозначим две модели развития электронных ресурсов. И первой, всем известной, первой модель, это создание универсального фонда, агрегирование библиотеки максимального охвата и объема. этот путь нам уже очень хорошо знаком, по сути дела, когда возникло понятие электронной библиотеки, главный энтузиазм связан именно с этой возможностью цифровых медиа собрать в одном месте, буквально в кармане, на одном компьютере, весь книжный массив. Все книги можно в виде файлов собрать воедино. и охватить уже любые задачи, любые вот эти нишевые потребности и все. Вот, это была утопия. Утопия не совсем беспочвенная, понятно, что такой универсальный фонд, он нужен, и его можно строить, и в частности национальная электронная библиотека, о которой очень много сегодня говорят, и много ресурсов туда направляется, это реализация вот этого пути. И благодаря НЭБу мы видим и границы этого пути, от восторга не прыгает, я во всяком случае таких еще не видел, скорее всего этот НЭБ страдает всегда под шквалом критики со всех сторон, но все равно существует. В общем, понятно одно, что всех книг собрать невозможно, и прежде всего книг правообладателей, потому что авторское право это такая же основа современного общества, как и свобода информации в нем. Вот, поэтому наша работа вот агрегаторов продолжает быть очень сложной, мы не все можем собрать, не со всеми договориться, удовлетворить не все аппетиты, и то же самое и НЭП, хотя целое государство стоит за ним, он получает далеко не самый интересный контент, и растет далеко не так быстро, как этого хотелось бы его создателям. Вот, это объективные причины, здесь ничего не поделаешь. Ну, а второе, ограничение, что, наверное, и очень сложно пользоваться вот такой огромной библиотекой, ну, представляете, если все время ходить в Ленинскую библиотеку, кто там был, знает, что это довольно трудоемкий процесс, и каталог там огромный, пока найдешь, сколько времени уйдет, и пока книгу получишь, это тоже уже полдня прошло, в общем, с электронной библиотекой примерно такая же ситуация, вот с огромной электронной библиотекой, потому что тот контент миллионный, который в ней существует, он будет теряться, искать в нем очень сложно, особенно полнотекстовый поиск, то есть это очень много информационного мусора. Собственно, это та причина, которая и послужила отходу от этой модели и ее дискредитации этой идеи. Тем не менее, я бы хотел разоблачить пару мифов, которые тоже уже в связи с ней существуют, то, что платить приходится за все вот в этой огромной библиотеке. На самом деле, это не так. Если такие библиотеки существуют, как правило, никому не приходится платить за все эти миллионы книг, ценовые тарифы складываются от объема реального трафика то есть вы все равно так или иначе платите примерно за то, за что вы пользуетесь. Это сильно не отличается. И почему я это говорю? Потому что электронные библиотечные системы первые свои стадии они тоже шли по этому пути. И наша университетская библиотека онлайн преследовала такую цель универсального фонда и книга фонд как-то тоже наша это все таки библиотеки той же модели. Вот однако университетская библиотека онлайн уже несколько лет назад взяли другой курс именно на профильный контент на различные образовательные ниши книга фонд остается универсальным ресурсом. Вот собственно об этой модели еще один момент очень важный что вот в рамках этой модели универсальной библиотеки не очень понятна функция профильных институциональных библиотек вообще библиотек как таковых подразумевается что такая большая библиотека типа НЭБа заменяет вот эту маленькую библиотеку которая существует например в УЗе или где-то еще во всяком случае в библиотеке здесь нечего выбирать да она может только подключиться и не подключиться вот поэтому здесь какая-то конкуренция существует и во всяком случае в библиотеке с таким ресурсом работать неинтересно ей интересно формировать свои профильные ресурсы поэтому переходим к пункту 2 второй модели профильный ресурс что это такое но еще раз обозначу те барьеры с которыми мы столкнулись в электронной экономике что с электронными книгами не так просто работать как с бумажными у них есть огромное преимущество там электронной копии одной книгой можно побить все потребности но есть и большие препятствия любая электронная книга требует лицензионного договора лицензионных условий то есть по любой книге надо договариваться в то время как с бумажными такого нет именно потому что договариваться сложно поэтому возникает и сложности в формировании ресурсов возникают дырки потом если вы получили эти лицензионные права вы получили большие возможности обладая электронной копией вы можете ее раздать по всему миру это связано соответственно с высокой ответственностью перед правообладателем доверием или недоверием правообладателя вот именно по этим причинам библиотеки как правило не могут так же покупать электронные книги как они покупают тиражные бумажные книги вот именно поэтому нужны агрегаторы которые вот играют важную посредствующую роль и вот эту работу для библиотеки проделывают вот это и побуждает работать не по всем направлениям а по каким-то определенным контентным направлениям и вот как раз такая работа по профильным тематическим направлениям она очень близка библиотекам и очень понятно потому что здесь они могут собирать различные электронные ресурсы формировать какой-то свой собственный профиль организации обеспечивать и создавать собственную навигацию по этим ресурсам то есть профильные ресурсы дают гораздо больше пространства активности библиотек однако опять же существуют некие мифы например о том что профильные ресурсы дешевле вот в этом пункте я бы не согласился чем более узкий ресурс тем больше он требует работы и следовательно тем более он дорогой работать вот с такими узкими нишами тяжело и прежде всего даже для агрегатора с точки зрения развития бизнеса тут гораздо меньше перспектив разумеется меньше клиентов меньше поставщиков и вы быстрее упретесь в некие двери вот это собственно одна из причин почему несмотря о том что говорят очень много о профильных ресурсах их на самом деле очень немного и вот на нашем рынке электронно книжном мне кажется такой профильный ресурс направление единственное это медицина вот она действительно существует очень отдельно и мы видим что там они сегментировались они достаточно самостоятельно и там существует несколько электронно-библиотечных систем в то время как ни по одной другой теме практически нет полноценной электронно-библиотечной системы чтобы была там скажем только по юриспруденцию или только по экономике как издательство так и особенности агрегатора работают сразу по нескольким направлениям собственно это и есть третий путь работа по профильным нишам и целевым аудиториям я обращу внимание здесь на опыт компании Эпска которая демонстрирует как раз такой подход ярко Эпска на сегодня крупнейший агрегатор образовательного контента и книжного и в принципе журнального но электронный книг это уж точно в Америке 82% библиотек к ним подключены это с большим отрывом от конкурентов так вот несмотря на то что это огромная универсальная база данных компания Эпска сформировала 400 профильных баз данных по очень разным узким сегментам и собственно вот эти профильные базы данных всегда можно как-то друг с другом компонировать формировать покупать это и создает основу работы по профильным нишам вот по этому же пути пошли и мы уже давно вот здесь вам некая наша история с 2008 до 2015 года мы продвигали концепцию универсального фонда первого который я рассказывал а вот с 2015 года мы запустили профильные платформы но прежде всего касающиеся нишевых рынок службы школы публички вот и вот с настоящего момента по сути дела с 2017 года мы уже разрабатываем технологии выборочного комплектования по профилям и специальностям вот а в качестве такого единого универсального фонда у нас остается ЭБС книга фонд и так что такое работа по целевым аудиториям ну это первый пункт это работа с отдельными образовательными платформами понятно что в школе нужны совершенно другие функции чем вузовской библиотеке электронной там все гораздо проще там особый контроль над контентом и даже дизайн другой и ранжирование контента навигация другая вот это такие очевидные специфические задачи и побуждают создавать самостоятельную платформу вот как я уже писал таких у нас несколько для школ для публичных библиотек для бизнес библиотек и для искусствоведческого сообщества вот но я собственно хотел о другом формате выборочного комплектования поговорить и здесь обратиться к уже существующему опыту Соединенных Штатах Америки и вообще в мире вот в правой стороне вы видите график тех форм которые пользуются наибольшей популярностью форм доступа в США вот и на сегодня наибольшую популярность имеет формат подписки который и у нас тоже доминирует второй очень близкий к нему это формат выборочного но покнижного комплектования с важным таким обстоятельством что в Америке библиотеки могут приобретать книги сразу на долгий срок на все время можно сказать это стоит дороже но для библиотеки конечно это удобнее вот так они постепенно формируют наподобие традиционного своего фонда вот у нас обстоятельства авторского права как бы не позволили напрямую предлагать такую модель хотя вот мы по книжному комплектованию тоже предлагаем на несколько лет 3-5 лет в общем здесь надо говорить конкретно вот третье по популярности это комплектование по требованию пользователя комплектование по требованию вот тоже растет и у нас в сфере библиотек но вот эти все формы они были известны там и 5 лет назад и только набирают а я бы обратил внимание вот на три последние строчки и бук и провал план и то есть профильный план электронных книг и вот предпоследней строчки это комбайнд и бук эндбук план то есть профиль комбинированный для электронных книг и бумажных книг вот эта вещь возникла сравнительно недавно и набирает очень быстро обороты я думаю у нас тоже будет очень быстро становиться популярной но объясню почему а пока какие у нас в частности университетской библиотеки существуют аналоги и формы комплектования ну во первых это подписка вот как как и в Америке да причем три их формата базовая коллекция которая у нас существует большая отдельные издательские коллекции их становится все больше и они уже так сказать занимают очень существенную часть контента ну и наконец полная подписка это наиболее оптимальный выгодный формат который включается базовая и на 30% стоимости издательской коллекции вот второй формат комплектования который у нас есть комплектование по запросу прежде всего это вот библиотека нонфикшн поэтому работает ну и наконец третий это по книжному комплектованию где можно выбирать отдельные книги то есть как вы видите все ключевые вот тарифы которые существуют на международном рынке мы предлагаем тоже и в том числе сейчас речь пойдет об approval plan профиле комплектования что такое профиле комплектования ну начну опять-таки с общего места в обществе знаний о котором мы говорим информационном обществе генерируется несопоставимый поток знаний в том числе и книг и различных материалов чем в обществе традиционном и как это определяет известный социолог Мануэль Кастрес информационное общество это общество потоков если вы не стоите в потоке значит жизнь проходит между мимо вас и вот этот поток создает именно информации потоки они информационные всегда своему существу это потоки которые мы видим в новостях в медиа в СМИ но это конечно и книжный поток вы знаете что наша книжная палата все время фиксирует фиксирует этот книжный поток он тоже довольно объемный но достаточно постоянный но это то что фиксируется это фиксируется только традиционной формы книгоиздания и вот последние годы книжная палата бьет в набат и обращает внимание на другие потоки которые захлестывают тоже книжный это вот потоки электронных книг потоки сам из дата в общем то что не вписывается в традиционную парадигму с обязательным экземпляром вот этот поток если он не будет учитан ну он просто вот как и в неформальном образовании просто зальет и то что мы знаем оформальном не будет создавать вообще картины вот и задача контроля потока она стоит перед каждым институтом знаний особенно конечно перед вузом перед библиотекой если вы будете работать по старинке этот поток опять таки просто пройдет мимо если вы будете работать так как всегда то есть по книжным по отдельным книжкам то это значит что вы с удочкой пытаетесь выловить рыбу в то время как все уже ее ловят сетями вот поэтому выборочное комплектование его будущее я уверен связано не с по книжным точечным комплектованием которые не посильны для библиотек а прежде всего связано с такими пакетными сетевыми формами комплектования вот и бук и план это и есть такой способ суть его заключается в том что в библиотеке агрегатор предоставляет возможность выбора контента по определенным параметрам но прежде всего параметрам тематики издательства цены и вот в этом случае библиотеку уже получает не вот весь издательский поток который существует но в частности у нас только одна наша ЭБС обеспечивает около 20-25 тысяч книг в год это 2000 в месяц но ни у кого не найдется столько времени и сил чтобы это все контролировать вот поэтому библиотека выбирает определенную тематику задает определенные параметры это уже не поток а так скажем ручеек который вполне доступен контроля вот после этого библиотека имеет возможность эти предложения одобрить или отказаться выбрать разные форматы и собственно вот так вот формируется тот профильный контент который доступен библиотеку вот понятно что вот такую опцию могут предоставить только агрегаторы которые именно работают с информационными потоками не отдельными издательствами и именно в этом и плюс агрегатора потому что он уже это все формирует в поток из отдельных издательств из отдельных ручейков составляет тот поток который определяет информационный климат в медиасреде вот ну а библиотека получает возможность держать под своим контролем именно свою тему всегда знает что пришло какие новинки какие бестселлеры вот собственно суть этого формата доступа вот здесь вот на слайде показана программа оазиса который в частности реализует эту механику и здесь видно что каждая книга которая приходит по параметрам существует несколько опций то есть книгу можно подтвердить ее взять себе можно отказаться от нее можно отложить можно ожидать другой формат скажем если пришла бумажная можно ждать электронной книги или наоборот вот вот сейчас как я отмечал около 10% в Америке пользуются вот этим методом а теперь несколько слов о том как мы планируем реализовать такой же способ у нас это называется еще блочное комплектование то есть по крупным предметам разделам вот в основе такого разделения у нас лежит раздел то есть пока у нас нельзя узкую совсем тематику там определить сама подписка осуществляется на базе вот уже существующего сформированными разделами вот но все-таки при этом выделяется два блока книг первые вот в этом предметном разделе из базовой коллекции и это использование в виде постраничного просмотра то есть в таком самом удобном финансовом формате второй это из издательских коллекций где каждая книга должна приобретаться отдельно вот это как раз ближе к провол план как все это происходит во первых когда вы выбираете свою тему вам предлагается уже подобранный набор базовой коллекции и он как правило безлимитном пользовании новинки в него уходят и приходят в обычном режиме то есть ничего не требуется доплачивать вы видите их движение вы видите то что приходит а иногда уходит и никакие изменения все изменения включены в цену подписки вот но все больше как я обратил внимание все больше качественный контент то что мы называем ассортимент матрицы перемещается в область издательских коллекций а там способы работы немножко другие со стороны издательств контроль гораздо больше и в частности за каждую книгу которую вы из этих коллекций получаете вы уже должны платить и вот здесь очень важна механика и правил план где вы можете принять решение нужна или нужна вы принимаете активное участие в формировании начальной коллекции во первых то есть прежде чем подписаться вы можете на ту стоимость которая вас устраивает выбрать уже готовые под коллекции отдельной книги но по умолчанию нами дается некий лимит и даже уже рекомендованный рекомендованный пакет то есть мы предоставляем книги с наивысшими показателями статистики используем то есть те которые по пользовательскому поведению самые лучшие вот ну а дальше уже когда вы подписались на такой формат то вы видите только приходящие новинки которые требуют действия принять или отклонить и в зависимости от ваших финансовых ресурсов именно из издательских коллекций вы это все держите под контролем вот так и возникает поточное пополнение книг по той специальности направления которые вам интересно сформировать вот этот первичный пакет из издательских коллекций помогает онлайн калькулятор здесь вы самостоятельно можете определить сумму которая заложена на профиль контента и в дальнейшем можете ну как дополнять его вот из тех которые существуют можно кстати дополнять из других совершенно разделов смежных дисциплин и так далее ну а главное что при этом возникает не только вот формирование такого профильного потока который вы видите но и возникают цифровые возможности для дополнительных всяких опций ну во-первых помимо базового предмета вы можете контролировать поток по изучаемым специальностям и мы зная учебные программы которые изучаются в вашем вузе мы синхронизируем эти предметные блоки с учебными направлениями то есть можем поставлять вам контент который именно тех специальных костей касается которые изучаются вузе вот второй момент который будет интересен это связь с книгообеспеченностью зная какие дисциплины изучаются в ваших вузах мы тоже предоставляем именно самые лучшие рекомендованные книги по этим дисциплинам которые мы собираем по всей статистике по стране вот в общем все вот такие вещи позволяют делать тонкую настройку выборочного комплектования и вообще фокусировать контент максимально близко к интересам преподавателей кафедры фильтровать по качеству и количеству это только начало я думаю что будет очень много дополнительных интересных опций в частности в плане ценообразования если мы знаем что по этой дисциплине у вас небольшой контингент учится то разумеется и стоимость вот этого потока тематического профильного комплектования будет значительно ниже чем если бы у вас он был в 10 раз больше контингента вот в рамках этого этого же идеологии у нас уже работает ряд сервисов например область научных интересов вот он у нас пока работает на уровне читателя пользователя каждый может определять свои научные интересы и получать то же самое новинки бестселлера и вообще вести поиск с учетом своих приоритетов вот этот сервис он также позволяет объединять многожанровый контент соединять учебники переводики то есть вообще погружать специалиста вот именно в его область ну а в дальнейшем мы планируем что также вот узко узконаправленно мы можем формировать предложение и не только для физлиц но и для юрлиц если это будет интересно ну что ж подхожу к финалу моего выступления так каковы преимущества выборочного комплектования но главное по сравнению с универсальным фондом подписки электронные ресурсы в этом случае не зашумляются библиотека видит весь контент который приходит и уходит контролирует его удобнее искать удобнее работать с ним ничего чуждого второй момент это преимущество по сравнению с по книжным точечным комплектованием здесь вы не удочку забрасываете а действительно ловитесь сетью и никакая рыба от вас от вас не уйдет вы реально отслеживаете издательский поток по стране и благодаря этому оптимизируете по количеству и цене контента вот ну и наконец третье это удобство функционального использования контента то есть поиск ведется уже только по вашим интересующим ресурсам книги добавляются только те которые интересны то есть вот в этом формате электронные ресурсы работают так же как традиционно библиотека работала всегда то есть работает с книгами только по собственному профилю вот в общем это очевидные такие преимущества и я думаю что будущее будет за ними вот но еще раз напоминаю что вот нечто подобное такому фокусу у нас уже есть в виде платформы научных монографий и был библиопланет вот обращаю ваше внимание тоже о наших новациях у нас в БС стал доступен академический контент издательства пирсен крупнейшего издательства в мире вот и прежде всего контент для изучения иностранного языка но и так же по изучению предметов различных вот обращайтесь мы с удовольствием его будем дистрибутировать вот еще одна тоже сфера фокусировки читательских предпочтений это наш сервис именитые ученые писатели вот мы здесь ставим цель по каждому ученому собрать его полнотекстовые ресурсы и этот проект у нас ведется совместно с Академией наук вот собственно все что я хотел рассказать о выборочном комплектовании думаю это как раз вещь которая вот только сейчас формируется в частности в Казани это презентация оттуда буквально на прошлой неделе мы оттуда приехали вот я сам обратил внимание что очень много выступлений зарубежных издателей были посвящены тому же вопросу выборочного комплектования вот в разных его возможностях так что эта тема горячая я думаю мы не раз еще не будем возвращаться вот ну а теперь вопросы если они есть так Юлия Борисовна ведет ли компания Директ Медиа маркетинговую работу по продвижению научных направлений серии УМК книг монографии научных стены на различные рынки рынки России зарубежные инфорынки вот ну надеюсь что вот своим докладом в принципе я ответил позитивно ведет да прежде всего по нишевым крупным рынкам вот такими как школа и службы ну и как вы видите на зарубеж у нас особое направление ну и вот то что выборочное комплектование я вам рассказывал это уже не нишевые рынки это предметно-дисциплинарный так скажем сегмент вот ну что ж если вопросов больше нет тогда очень благодарен за то что вы все внимательно слушали были с нами вот приглашаю вас к активному участию на наших мероприятиях учебно-методическому центру Директ Академии не только в онлайн но и как вы видите оффлайн у нас целый курс посвященный электронной библиотечной системы проходит ежегодно ну что ж за то что сегодня были с нами огромное спасибо нашему сегодняшнему спикеру спикеру Константину Николаевичу Костюку я со своей стороны тоже приглашаю вас на следующие наши вебинары следующий наш вебинар состоится в понедельник напоминаю и это будет вебинар Марины Орешко всего вам хорошего гостя у Продолжение следует...